Тумазинские школьники и студенты приняли участие в финале чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia. В Серафимовском отремонтировали кровлю музыкальной школы. В Тумазинском районе собрали рекордный урожай овощей. Тумазинцы приняли участие в легкоатлетическом забеге кросс-нации. Этнофестиваль Тумазы-фест прошел четвертый раз. Начнем выпуск коротких новостей. Ученик городской школы номер 4 Анвар Гафаров занял второе место в финале национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia в категории видеопроизводства. Ученицы этой же школы Камилы Шкильтина и студентка Тумазинского юридического колледжа Полина Петренко вошли в пятерку призеров категории 3D-моделирования для компьютерных игр и получили медальоны чемпионата за профессионализм. А гимназия номер 1 города Тумазы вошла в топ юниорского движения молодые профессионалы. Это единственная школа в Башкирии, попавшая в список. В Серафимовской детской музыкальной школе капитально отремонтировали крышу. Работы провели в рамках национального проекта культура. Проект был разработан еще в 2019 году. Федеральную субсидию более 3 млн. рублей выделили весной этого года. Уже к концу мая кровельные работы были полностью завершены. За два месяца строители демонтировали старую крышу, выполнили кирпичную укладку по периметру старого здания, сделали обрешеткой пароизоляцию, на чердаке смонтировали пожарную сигнализацию, провели освещение. В Тумазинском районе аграрии собрали рекордный урожай овощей. Всего овощей закрытого грунта выращено в этом году более 26 тысяч тонн, в том числе почти 14 тонн огурцов, 12 тонн томатов и 370 тонн грибов. Овощи открытого грунта убраны на площади 8 гектар, всего 480 тонн. Уборочные работы и заготовка кормов продолжаются. Около 4 тысяч тумазинцев и гостей района стали участниками кросса нации. Он был приурочен к всероссийскому дню бега. Праздник торжественно открыл глава администрации района Айдар Суфиянов. В кроссе нации приняли участие профессиональные спортсмены, ветераны спорта, руководители предприятий, учреждений, организаций, сотрудники администрации поселений, дети и молодежь. В Доме культуры Родины прошел четвертый открытый районный этнофестиваль Тумази-фест, посвященный году культурного наследия народов России. Мастера-рукодельцы представили этновыставки народных промыслов, декоративно-прикладного искусства, национальных кухонь. В этот день работали на дворике башкирский, русский, татарский и чувашский. И, конечно, были выступления национальных творческих коллективов нашего района, а также из города Октябрьский и села Ютазы Республики Татарстан. Настоящим украшением праздника стало выступление Миндикафура Зайнидинова. А теперь придем к основным новостям. Ежегодно в нашей республике в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября отмечают День национального костюма. В республике прошли различные праздничные мероприятия, акции, флешмобы, выставки, посвященные национальным костюмам. Вокальная группа Хазина из Кандринского сельского дома культуры – одна из визитных карточек поселка. Ни один концерт, ни одно культурное событие не обходится без их выступления. Хазина – украшение любого праздника не только потому, что артисты ансамбля прекрасно поют. Они выступают в собственноручных шитых костюмах, каждый из которых уникален. Что мы оденем? Это самая главная задача. Выучить песню – это еще не значит, что мы оделись. Получается, что мы… И у нас еще такой интересный момент, что мы на каждое выступление не одеваемся одинаково. Мы все время свои наряды меняем. Естественно, если сегодня мы вышли в одном стиле, то в следующее выступление мы подбираем другой стиль. Этот стиль у нас складывается из базовых платьев. На этих базовых платьях мы делаем украшения. Делаем акцент на головной убор, делаем акцент на нагрудники. Естественно, если же это фольклорный стиль, то мы делаем ударение на фартук. Участницы группы совместными усилиями моделируют, оформляют костюмы, проклеивают и прошивают украшения. Узорчатые калфхаки, расписные жилеты, нагрудники, фартуки с вышивкой, ажурные плетеные манжеты. Отлично дополняют певческое мастерство коллектива. В аксессуарх и кройке народных костюмов они разбираются не хуже, чем в песнях. Вот она у нас мастерица, она у нас наставница. Я постарше расскажу, откуда кто-то где-то насилие. Одобряю, советую тоже. Я же это... С ее мнением считаю. Считаю, да. Она нас учит. Направляет нас, учит. Добавляю. Радуешь еще. В настоящее время у группы Хазина несколько комплектов костюмов, каждый из которых по-своему необычен, красив и ярок. Для каждой песни свой наряд, в который вложены истории душа коллектива. Наши костюмы привлекают всех. Они к нам подходят, спрашивают, вы сами это сделали, или вы где это купили, как вы это делаете, как это у вас получается. Вы всегда, говорят, отличайтесь от других коллективов. Чем мы отличаемся? Мы отличаемся своими костюмами, мы отличаемся своим вниманием, мы отличаемся своими выступлениями. Вот наши эти костюмы, наши калфаки, нас они вдохновляют, нас они добавляют, нас они поднимают выше других коллективов. Хотя сейчас наблюдаются тенденции глобализации моды в повседневной одежде, национальный костюм все так же глубоко почитаем. Ведь днем сплотилась самобытность культуры и мастерство народного творчества. Нося элементы национальных костюмов в повседневной жизни, вокалистки Хазина на своем примере доказывают, что народное одеяние можно носить не только на сцене. Вот скажу я, вот была в Казани, была в этом жилете. Я, конечно, была в таком синем платье. И я была, конечно, отличалась. Я была очень красива, но с нашей стороны очень красиво смотрелась. Со стороны слышала, да. И вот я это привезла карточки, это фотокарточки. И девочкам очень понравилось. Я там отличалась своим нарядом. Одной из главных задач, стоящих перед коллективом, является сохранение и возрождение старинных народных обычаев, обрядов, песен, игр и, конечно, национальных костюмов. Впереди у коллектива много планов и идей. Хазина продолжает радовать своих почитателей не только уже полюбившимися новыми композициями, но и сценическими костюмами, которые шиты с любовью к зрителям песни. В Башкирии любой желающий может сдать генетический тест и стать донором костного мозга. Это вещество помогает нуждающимся людям преодолеть тяжелые болезни. Что нужно для того, чтобы стать кандидатом на донорство, смотрите в сюжете. Заполнение анкеты, сдача генетического теста и ожидание результата. Именно такая сравнительно простая процедура отделяет человека от статуса донора костного мозга. 10 сентября в офисе благотворительного фонда «Потерь нет» любой желающий мог сдать анализы и приобщиться к этому благородному делу. Мы решили, что не просто хотим приглашать людей рассказывать о том, чем занимается наш фонд, но и провести такую донорскую акцию и предлагать людям, которые к нам приходят, становиться донорами костного мозга. Почему это важно для нас? Потому что пересадка костного мозга зачастую это одно из единственных способов лечения некоторых видов заболеваний крови, в том числе рак крови, лейкоз, лейкемия и еще довольно большое количество болезней. Пересадка костного мозга – это эффективный метод лечения заболеваний, крови, врожденных и приобретенных иммунодефицитов, аутоиммунных заболеваний, нервной системы и соединительной ткани, а также отдельных форм злокачественных новообразований. По статистике в России ежегодно 5000 человек нуждаются в пересадке костного мозга, но помощь могут получить не более 5% из них. В российском регистре хранятся данные порядка 200 тысяч доноров. Учитывая редкость совпадения генотипов, быстро найти подходящее вещество для пересадки пациенту не представляется возможным. Однако трансплантация этого вещества не представляет опасности для человека. Это происходит двумя способами. Донор сам выбирает, какой способ для него более предпочтителен. Можно будет сдать костный мозг через кровь. Это очень похоже на обычную процедуру донации. Единственное, она длится около 4 часов. И этому предшествует небольшой промежуток времени, когда человек должен подготовить себя, принимать определенный препарат, подделать уколы. Либо есть второй вариант. Как говорят врачи, он более эффективен, но это делается под наркозом, когда из подвздошной кости длинной иглой забирают некоторое количество костного мозга из полой берцевой кости получается. И уже непосредственно происходит трансплантация человеку, которому это необходимо. Донорами костного мозга могут стать не все. Для этого подходят люди от 18 до 45 лет без хронических вирусных заболеваний. Кроме этого, есть и другие параметры, необходимые для кандидата. У вас не должно быть кожных заболеваний, типа псориаза или аутоиммунных заболеваний. Есть достаточно большой список заболеваний, связанных с системой ЖКТ. То есть там есть какие-то гастриты, там что-то такое тоже может быть отводом для этой процедуры. В целом есть достаточно большой список именно противопоказаний для донации на сайте Национального регистра доноров костного мозга. Вы можете туда зайти, посмотреть, там, свериться с вашим состоянием здоровья. Также, естественно, у вас никто не будет забирать костный мозг сразу, потому что, когда, если так случится, что вы совпадете с человеком, которому нужна донация, вы пройдете полное медицинское обследование. Сегодня сфера трансплантации костного мозга в Башкирии имеет некоторые преграды. Это отсутствие необходимого оборудования и полноценной лаборатории для исследований пересадки образцов тканей. Сейчас в Башкирии нет условий и нет возможности проводить, собственно, такую процедуру, потому что эта процедура достаточно сложная, достаточно длительная по процессу подготовки. Сейчас в Уфе строится онкоцентр. Мы очень надеемся, что он все-таки завершит строительство к срокам. И там, наконец-то, появится лаборатория, которая сможет делать непосредственно трансплантацию костного мозга. Узнать подробнее о работе благотворительного фонда Потерь нет, экспресс-тестирование и процедуре трансплантации можно на официальном портале www.poterdefisnet.ru перейдя во вкладку «Чем могу помочь». Дмитрий Сенников, Эвелина Бронникова, Нургизар Газимулин, Телеканал ЮТВ На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Смотрите новости Томазинского района каждую среду в 21.45, повторяю в пятницу в 8 утра и в воскресенье в 21.30. Если вам есть о чем рассказать, пишите в нашу группу ВКонтакте Телеканал ЮТВ Томазинского района. Всего доброго и я желаю вам только хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok